Советский Ален Делон Так называли актера Игоря Старыгина. В 1979 году он сыграл Арамиса в телефильме «Д'Артаньян и три мушкетера». После этого у актера появилось еще больше поклонниц. Игорь Старыгин был знаком большому числу людей и по другим фильмам. Среди них «Впервые замужем», «Государственная граница», «Доживем до понедельника», «Адъютант его превосходительства» и другие. В конце 80-х годов актер стал практически невостребован в кино. Он начал появляться на экранах в основном в сериалах. В 2003 году Игорь Старыгин вел авторскую новостную телепередачу «Территория выживания». А также некоторое время играл в Театре Луны, в Московском Тюзе, в Театре имени Моссовета и других. Игорь Старыгин очень переживал из-за отсутствия новых работ. Все чаще он злоупотреблял спиртным. 8 ноября 2009 года актер скончался от последствий инсульта. 12 ноября 2009 года Игоря Старыгина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. Несмотря на популярность актера, о его уходе из жизни знают не все. Игорю Старыгину было 63 года. В феврале 2009 года вышел фильм «Возвращение мошкетеров», в котором снялся актер. Это была его последняя работа в кино. Он появился в картине вместе со своими коллегами по предыдущим фильмам. Среди них Валентин Смирницкий, Вениамин Смехов, Михаил Боярский и другие. Все они сейчас также снимаются в кино. Ролик об актерах можно посмотреть на моем канале. Там я рассказываю, что с ними стало спустя много лет. Например, актер Михаил Боярский активно играет в новых фильмах и с удовольствием дает интервью. Так он стал гостем на канале «Непруст». Михаил Боярский ответил на интересные вопросы. Он рассказал о своих страхах, о любви к семье и про многое другое. Рекомендую вам перейти на канал «Непруст» и самим оценить это видео и другие ролики. Ссылку на интервью я также оставлю в комментариях и в описании под этим видео. В 1998 году на экраны телевизоров вышел клип на песню «Маленький Будда», который сразу же занял высокие места в хит-парадах. Исполнительницей песни стала Наталья Лагода. В том же году она стала лауреатом фестиваля «Песня года». Помимо этого в тот же год вышел первый и единственный одноименный альбом певицы. А также она стала девушкой с обложки мужского журнала «Плейбой». Десять песен Наталья Лагода выпустила в 1998 году. А через год вышел трек «Врут твои мне глаза». В начале нулевых певица начала запись нового альбома, но он так и не вышел. В 2001 году от нее ушел муж. На этом фоне Наталья впала в тяжелую депрессию и хотела свести счеты с жизнью, выбросившись из окна. На реабилитацию певицы ушло три года, но из-за последствий операции она не смогла вернуться на сцену. Последние годы Наталья Лагода страдала алкогольной зависимостью. 29 мая 2015 года певица умерла от острой формы запущенной пневмонии. Наталья Лагода прожила 41 год. Настоящая популярность к актеру Игорю Шмакову пришла после выхода телесериала «Я лечу», в котором он сыграл студента Глеба Лобова. Затем актера пригласили сняться в сериале «Бумеранг из прошлого». Ему досталась роль романа. Свою кинокарьеру Игорь Шмаков начал еще в 2004 году с эпизода в фильме «На Верхней Масловке». Также актер известен зрителям по работе в фильме 2010 года «Туман». В нем он исполнил роль Петра Силантьева. В 2007 году после окончания театрального института имени Щукина Игорь Шмаков стал актером театра «Сатиры». На его сцене он служил до конца жизни. В начале 2010 года у актера был обнаружен острый лейкоз. Организм хорошо поддавался лечению. Московские врачи добились устойчивой ремиссии. Но в ноябре случился рецидив болезни. Игорю Шмакову требовалась пересадка костного мозга. Поклонники со всей страны помогли собрать нужную сумму на лечение. Актер проходил сложнейшее лечение в Германии. В феврале 2011 года был найден донор, на 100% совместимый с его клетками. Трансплантация костного мозга состоялась весной и казалась успешной. Однако случился второй рецидив. Игорь Шмаков решился на повторную трансплантацию от другого донора, которую не смог перенести. Актер скончался 6 октября 2011 года в Мюнхене. Ему было 26 лет. Игорь Шмаков был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Певица Марина Симоновская была участницей первого российского женского хип-хоп коллектива «Белый шоколад». Она выступала под сценическим именем Маруся. Марина Симоновская прославилась своими многочисленными дуэтами с популярными в конце 90-х – начале нулевых годов рэп-исполнителями и группами. Среди них «Шеф», «Децл», «Бэт Бэланс», «Южный Централ», «Не замужем» и другие. В 2001 году Маруся вместе с Кириллом Толмацким была отмечена престижной премией «Золотой граммофон» за композицию «Письмо». На заре нулевых группа «Белый шоколад» активно готовилась к выпуску своего первого альбома. Их композиция «Стиль из России» стала настоящим хитом. Именно в тот момент Марина Симоновская узнала о своем страшном диагнозе – рак головного мозга. Исполнительница до конца скрывала ото всех свой диагноз. Она продолжала активно работать над несколькими проектами и параллельно с этим проходила лечение, которое давало временное улучшение. В один из дней, накануне запланированной фотосессии группы «Белый шоколад» для молодежного журнала «Молоток», Марина Симоновская легла спать и не проснулась. Девушка впала в кому, и лишь каким-то чудом врачам тогда удалось ее вывести из этого состояния. После этого девушка начала буквально таять на глазах. Она потеряла зрение, слух и перестала подниматься с постели. 4 апреля 2002 года рано утром ее сердце остановилось. Марине Симоновской было всего 23 года. Ее последние стихи, а также несколько песен, записанных в домашней студии на кассетный магнитофон, впоследствии были доработаны и вошли в альбом «Девочка джунглей», который в 2003 году записали ее близкие и коллеги. Похоронили Марину Симоновскую в Ближнем Подмосковье, на первом участке Красногорского кладбища. В 2005 году актер Никита Боченко впервые появился на экранах, сыграв небольшую роль в фильме «Доктор Живаго». В следующий раз он снялся в кино только в 2010 году. Он появился в сериале «Последняя минута». Больше всего Никита Боченко был известен по роли Бориса, которую он сыграл в сериале «Женщины на грани», а также по своим театральным работам. С 2007 года актер играл на сцене Московского театра «Этсетера». В июне 2014 года Никита Боченков был на гастролях театра в Оренбурге. У него остановилось сердце прямо на сцене. Это случилось 14 июня 2014 года. Никите Боченкову было 27 лет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова